Тогда я подготовил официально записку президента страны Путину, встретил с ним, обсуждал довольно обстоятельно. Рассказал все ваши беды и проблемы. После этого была встреча на отчете правительства. Были министры у нас во фракции, в Думе обсуждали с ними. Казалось бы, есть полное единодушие, что проблема должна быть решена, и решена не откладывая долгий ящик. Стали решать. Сдвинулась эта очередь процентов на 30. Обрадовались. Но в 2008-2009 году снова накрыл кризис. Затем второй раз, третий раз шарахнул в 2013-2014. Эта очередь снова выросла почти до 150 тысяч обманутых дочек. Коэффициент семейности в стране 3-4. Умножаете на 3-4. Это полмиллиона тех, кто ходит, страдает, вложил свои огромные средства и никак не дождется, когда с ними по закону и по достоинству рассчитается. У нас был государственный совет, посвященный проблеме ЖКХ. Я поднимал эту тему присутствие всех губернаторов. Но сегодня, вот сейчас, готовится отчет по выполнению майских указов президента. И в начале мая, в первой декаде мая, будет государственный совет. Я член государственного совета. И специально договорились вот с нашей командой, со всеми министерствами, службами, ведомствами, собрать съезд дольщиков. Потому что некоторые боятся с вами разговаривать, не хотят встречаться и бегут от этой проблемы как черт от лаган. Мы считаем, что это абсолютно недостойная позиция и недопустимо. И дальше действует таким образом. Поэтому у меня первая просьба. Мы должны очень организованно отработать, услышать ваши проблемы и обобщить все материалы. Мне нужна достоверная картина со всех субъектов Российской Федерации. Таких субъектов 47, где есть обманутые дольщики. Есть больше, меньше и так далее. Все, что необходимо, мы должны получить сегодня. Вы, если кто не привез материалы, мы дадим все координаты, вы их нам дошлете. Мы их в течение этой недели полностью обобщим. Я подготовлю официальные материалы президенту и на госсовет. На госсовете будут все губернаторы, без исключения, они входят в состав государственного совета. И чем дружнее организовывание мы отработаем, чем яснее и точнее будет картина, тем скорее решим мы эту проблему. Одновременно вам заявляю, я бы ее давно решил. Я носил предложение, как ее можно решить. Носил предложение. Сам факт того, что под каждым объектом стоит подпись или руководитель района и первого зама, а он представитель государства, должен обязан в его случае, если избежал застройщик, рассчитываться собственностью своего района и своим должностным положением. Любое министерство и ведомство обязано таким же образом реагировать, если оно дало согласие и поддерживает это направление. Ну и что касается денег. Давно можно лавочку эту было прикрыть. Каким образом? Вы успокойтесь, я понимаю вас. Можно было давно договориться, принять 3-4 поправки закон, по которому вы дали согласие строить этот объект. Граждане дали свои средства под этот объект. Вы поставили подписи под этим объектом и отвечаете за своевременное обведение, включаете план строительных объектов района. А деньги можно аккумулировать только на определенный счет под этот объект. И ни копейки, ни влево, ни вправо. И давно бы можно навести порядок. Но, я понимаю, немало есть тех, кто наживается на обмане вашем. Немало тех, кто с каждого метра квадратного срубает по полтысячи долларов, а то и больше. Немало тех, кто просто жульничает, а потом вскрылись, и никто не отвечает за это дело. Поэтому мы все, мы подготовим и проект поправок закон, но многое будет зависеть от нашей дружбы и согласованной работы. Договорились?